В парке Победы повредили экспонат. Капот системы залпового огня БМ-31, известный в народе как Грат, оказался не единственной жертвой хулиганов. Сломана скамья, украдены урны. Ксения Степанова с подробностями. Подростки нарисовали здесь, были Карина и кто-то. Разве так можно? Поведение хулиганов в парке Победы возмущает Евгения Шершукову. Девушка говорит, безобразники не ведают, что творят. Я считаю это действительно вандализмом. И такие люди, которые учиняют такой вандализм и хулиганство, они действительно позорят наш город. Такие машины являются раритетными и должны действительно находиться в сохранности, чтобы люди помнили о том подвиге, который совершил наш народ в 45-м Великой Отечественной войне. И таких людей нужно обязательно наказывать административными штрафами, либо лишением даже свободы. Разбитый капот машины «Град» сотрудники РСУДОР восстановили своими силами. Ремонтировать напрасно сломанное, закрашивать надписи на стенах стало привычным делом для коммунальщиков стерлитомака. К примеру, в марте хулиганы оторвали цветок со светодиодного дерева, установленного на аллее по коммунистической. А в декабре 2015 года вандалы повредили памятник семье на проспекте Октября. Мальчику из культурной композиции отломили руку. С начала этого года именно по скверу воинов-интернационалистов за нами затрачено уже порядка 52 тысяч рублей. Было восстановлено 6 урн, которые были украдены. Также было повреждено или уничтожено 18 урн. Они также были либо восстановлены, либо произведен ремонт. Вместо того, чтобы дополнить аллеи новыми скамейками, приходится заменять поломанные или украденные. К примеру, за прошедший год на ремонтно-восстановительные работы в парках и скверах потратили 290 тысяч рублей, говорит Олег Кисленко. Ксения Степанова, Игорь Яковлев, Стерлитомак, Служба новостей.